Всем привет дорогие друзья! Многие хейтеры задают вопрос в комментариях Почему я постоянно делаю видеоролики свои в автомобиле? Но прежде всего мне так удобнее Второе, здесь тишина, здесь никто не мешает А третье, сами понимаете, что здесь нет ни ветра, ни холода, ничего То есть очень удобно общаться Я могу свободно расслабиться и донести вам определенную информацию Один из хейтеров написал в комментариях О том, что якобы я купил машину в кредит Мне теперь негде жить И поэтому я снимаю все свои видеоролики в автомобиле И, соответственно, живу в автомобиле Ну пусть мечтает Во-первых, я никогда ничего не беру в кредит Я в кредитах не участвую У меня принципиальное правило Я не живу в кредит Я живу только за свои собственные средства То, что я смог заработать Если я смог на что-то заработать, я это покупаю Если не смог, соответственно, нечего в эту сторону смотреть И вам рекомендую не связываться с кредитами Как по жилью, так и по автомобилям Это мои правила Так что, дорогие хейтеры, отдыхайте А теперь по существу дела Недавно я делал видеоролик о том Что масло имеет моющий эффект И для этого нужно подбирать масло с повышенным щелочным числом Многие в комментариях ребята спрашивали у меня Как же все-таки определить, что масло с повышенным щелочным числом Все это делается очень просто Вам не нужно углубляться в всякие там распечатки данных об этом масле Характеристики и прочее Вам это не нужно Главное, чтобы вы узнали, что это масло должно быть универсальным Универсальное масло, которое подходит как для дизельных, так и для бензиновых двигателей Оно имеет повышенное щелочное число Почему получается так? При сгорании дизельного топлива получается кислота, которую нужно нейтрализовать щелочью Для этих целей масло, предназначенное для дизельных двигателей, имеет завышенное щелочное число Но это щелочное число, оно не вредит бензиновым двигателям Поэтому если масло универсальное и вы заливаете в бензиновый двигатель То ваш бензиновый двигатель будет чище За счет того, что щелочное число уже завышенное То есть ближе к дизелю Как-то давно произошел один случай На предприятии, в котором я работал Также трудился один человек И у него был собственный автомобиль Москвич 412 Он убрал с салона И, заметьте, заливал в него исключительно камазовское дизельное масло И эксплуатировал автомобиль только на нем Прошло очень много времени Естественно, прошел двигатель очень много Там пробег был очень большой Сможно сказать, какой пробег был Но одометр уже свой круг точно прошел Возможно, даже не один раз И хозяин этого автомобиля решил заменить на нем кольца Только по той причине, что масло начало немножко подъедать И при мне, когда вскрыли этот двигатель Москвича 412 Первый раз его вскрыли Двигатель, который ездил исключительно на камазовском дизельном масле Когда его открыли, мы были удивлены Двигатель был как будто завода Новый Ни грамма, ни одного отложения в двигателе не было Вообще, просто идеально чистый Его достаточно было слегка сполоснуть от масла То есть масляную пленку эту убрать И двигатель внутри выглядел идеально как новый Я не видел ни с одним маслом такого эффекта Именно дизельное камазовское масло использовал этот человек Этот момент мне очень хорошо запомнился Поэтому я рекомендую вам Если вы хотите, чтобы ваш двигатель был в идеальной частоте изнутри Соответственно, используйте масла с повышенным щелочным числом Берите универсальное масло, которое подходит как для дизелей, так и для бензиновых И вы не ошибетесь Надеюсь, что этот совет для вас оказался полезен Если это так, ставьте палец вверх Подписывайтесь на канал И обязательно не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok